Аппарат гипертермии – это отечественная разработка? Нет, это не отечественная разработка. И скажите, пожалуйста, медицинские показания, противопоказания для отбора больных для гипертермии? Медицинские показания, глубоко расположенный опухоль, возможность проведения органосохранной операции. Ну, то есть там вот немножко я показывала этот весь перечень. Практически нет противопоказаний. Противопоказания – это кардиостимуляторы, это заболевания крови общие, то есть лейкозы, это относительные показания. То есть там тяжелая соматическая какая-то патология, практически нет противопоказаний. Аппарат, я не акцентирую, чтобы не выглядеть им немножечко, мы не должны пропагандировать, как вот уже Юлия Михайловна сказала, производителей. То есть это, по сути, хорошее продолжение локального гипертерминаша, яхты, чем они хуже были. Они прекрасно себя показали. Этот метод, он стар, как, не знаю, как лучевая терапия. Его все прекрасно использовали. Что сделали, на том работаем. Да? Спасибо за доклад. Очень интересно вам рассказали. У вас очень хорошая глубина прогревания у аппарата. В связи с этим вопрос, а есть ли у вас пациенты с экстрабиноминальными десмоидными опухолями? Если есть, какие в основном локализации, какие результаты лечения? Спасибо большое. Благодаря нашим уважаемым коллегам Станиславу Михайловичу, который мне периодически пациентов таких поставляет. К сожалению, их пока не очень много. То есть мы не направлены на десмоиды. И еще надо сказать сразу, что электрод 35 миллиметров. Он немножко ограничивает площадь нагревания. То есть мы должны включать ложи опухоли, да, опухоль саму, плюс 5 сантиметров здоровой ткани. Вот что попадает туда, то мы можем брать. А как вы измеряете? У вас есть термодач? Ну, это электрод, то есть он по форме, мы формируем на пациенте, плюс мы все равно проводим КТ, то есть это не совсем уж так вручную УЗИ больному перед тем, как проводить гипертермин. Поэтому здесь их мало, но они есть. Это очень хороший эффективный метод. Игольчатый нет, ну а тут только для измерения температуры, то больше для, как сказать, научных каких-то идей. Игольчатым вы не пользуетесь? Игольчатым нет. Нет, 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 нет. Но у нас один доклад остался. Поэтому, собственно. Спасибо. Знаете, у меня вопрос конкретно по вашему докладу еще. Вот вы приводили данные, касающиеся сарком мягких тканей, да, при этом приводились данные по терапевтическому патоморфозу, да, с использованием все-таки интероперационного облучения. У вас складывается несколько методов, да, и насколько правомочен такой был сравнительный анализ. Это первый вопрос. Можно я тогда отвечу? Вопрос сейчас, секунду. Вопрос второй. Были ли какие-то у вас особенности, связанные с гистологическими формами, да, самих сарком, собственно? Вот что по вашему, пусть даже какому-то опыту, да, больше отвечает именно на этот метод, что меньше и так далее? Давайте пока так. Начну так. Если вернуться вот к тому дизайну, абсолютно были равные группы контроля и проспективные. Единственное, они различались по гипертермии. Поэтому мы сравниваем, мы говорим о методе. Я не говорила об эффективности локальной гипертермии. Я говорила об эффективности именно того комбинированного лечения, которое мы используем, которое включает как этап предоперационного лечения терморадиотерапию, да. Поэтому они абсолютно правомочны. Это, по сути, рандомизированные исследования. Только один метод отличал контроль от исследования. Это первое. Второе. По поводу гистотипа. Гистотип очень разнообразный был. Это включает 12 или 13 морфологических единиц. То есть, это большая была работа, практически полгода назад защита была, да. То есть, это по следам, так скажем. Какого-то отличия мы проводили. Такой анализ именно от морфологических структур, где какой выигрыш. Не получили достоверных данных. А если мы не получили достоверных данных, ну, мне тут, наверное, нельзя говорить о том, от какого-то чисто сугубо мы смотрели. Да, где-то ли по саркомы, соответственно, да, они дифференцированы. Но статистически выборка была небольшая. Мы не получили какого-то преимущества по этим гистотипам. И вопрос по... А, по патоморфозу. По патоморфозу, да, в контроле не было такого. Патоморфоз при использовании гипертермии мы получили четвертый. Но опять же я говорю о том, что там не было достоверности. Мы говорим только о положительной тенденции. Но рецидивные у нас пациенты лучше шли. И методика была у них зафиксирована в положительной. С чем связано? Может быть, количество пациентов. Может быть, опять же, морфологически нужно поизучать, покопаться в этом материале. Потом, опять же, нужно знать для чего. У первичных больных это прежде всего удлинение общей выживаемости. Ой, у бюрецидивных. Безрецидивного промежутка. У первичных это прооперироваться. Органы сохранные сделать. И опять же, с пластикой то, что мы сейчас делаем. То есть, эта методика не страдала. Ну, хорошо. А учет вклада тогда химиотерапии. Понимаете, тут много, как говорится, дьявол будет в деталях. Потому что, конечно, это один момент. И потом еще вот хорошо бы вы на два слова остановились все-таки по поводу термоконтроля. То, что те данные, которые выводятся на монитор, это же, собственно, данные с каждой из антенн, это на входе. Там разные. Если взять методику, это, во-первых, ну, не мы ее изобрели. Это стандартная, опять же, методика измерения инвазивная. Ее использует любой человек, прочитав. А нет никаких стандартных методик измерения. Юлия Михайловна, есть. И причем мы взяли ее у 62-й больницы. Вот. Да, конечно. Нет, это действительно методика есть, как, куда иглу поставить. Был вопрос, почему при рецептах на саркомах получился выигрыш такой в локальном контроле, в живомости. Я думаю, там больше соединительных НК, не меньше кровоток. Вот у нас просто, я думаю, самый большой опыт локальной гипертермии в России. И вот побеждаешь кровоток, повышая температуру, он останавливается тогда просто. И вот получается разница в температуре. В нормальных тканях он, наоборот, усиливается минут через 20 и отгонит тепло. И вот эта вот разница, она играет самую большую роль. Вот мы только при двух опухолях. Это рак полового члена, грели, грели, больной кричит, кровоток не останавливается. И ангиосаркомах. Вот не могли победить. И там вот как раз мы не получили плюс в локальном контроле. А везде в остальных всех локализациях могли прогреть. Вот и там получили плюс. И вот вообще говорить о методе локальной гипертермии. Вот у нас было 9 или 10 аппаратов. Они были разные. Как для опухоли кожи. СВЧ очень высокая частота. Там 2400-500 МГц. СВЧ там где 915-460. 4,5-6 сантиметров прогревали. Проскакивали, перегревали опухоль. УОЧ, которым мы прогревали большие массивы тканей. Вот фтоасп, мягкотканые, саргомы. То есть эти аппараты, оборудование дано различное. Я выпускал, все оно во фрязино. Но как только Советский Союз кончился, все получилась. Цена, причем она 10,50, 300 тысяч стоит долларов аппарат. А когда у нас вообще облучать не на чем было. Как мы что могли закупать. И все это упало, все ушло. И поэтому те, кто занимается сейчас гипертермией и пытается восстановить онкотермию. Вот Юлия Михайловна. Вообще им как медаль каждому надо давать. За то, что они находят место для аппарата. Выбивают ставку для врача. Это не просто заставляют врача работать и облучением заниматься и химиотерапией, и гипертермией. Это настоящие ученые. Я перед ним преклоняюсь просто. Так что, а что лучше гипертермия? Но он на себя доказал. Но вот сейчас Юлия Михайловна покажет, что онкотермия имеет место. И электричество можно задавить опухоль, не только теплом. Поэтому очень хорошо. Мы теперь видели, что в Грузии сначала как все разрушилось, теперь потихонечку восстанавливается. Город красивый. Надо съездить, если пригласят. Вот Валерий Владимирович, что нам показалось, что появляются новые методы диагностики под КТМ, МРТ. Что МРТ у больных раком прямой киши показало? А мы всех облучали подряд. Надо, не надо, а лучше оторвать. Сейчас понятно. МРТ показывает опухоль. Находится в миллиметре или прорастает капсула мезоритома. Значит, опухоль сомнительно операбельная. Край локальный вовлечен, но она неудалима теоретически. Значит, надо обязательно облучать. Мы сейчас понимаем, кого нужно обязательно. Вот сейчас гематологи, как сейчас поднялась гематология 70-х годов, облучили всех подряд. Потом мы начинали подсказывать, надо из химиотерапии. А теперь уже гематологи ищут, как сделать так, чтобы вообще этих больных не облучать. То есть мы уходим, уходим, уходим и в зону облучения. А так всего человека, они на поиск при ПТКТ какого-то участка, который еще накапливает препарат. И вот сейчас МРТ что показало? Что не только, да, мы знаем опухоль, их можем определить, маленькие размеры. Но, оказывается, еще есть такие осложнения, которые улавливают сейчас только МРТ. Оно находит порождение костной ткани, где мы, когда мы раньше не находили их, слыхом не слыхали. А вот был вопрос, а как их лечить? Как мы теперь видим, что мы можем их диагностировать с помощью ПТКТ? А как лечить? Вот теперь тоже другая проблема. Вот, значит, препараты нужны, и голову надо включать в первую очередь. Вот доклад Макаровой, прекрасное сообщение, уж не первый раз слышу. Вот видные ученые там вместе с Гуменецкой, я так понимаю, да, вы занимаетесь. Вот эти опухоли местно распространенные, которыми занимается сочетная лучевая терапия. Но вот я вот думаю, локальное, наружное облучение, мы всем занимаемся, и большими, и маленькими опухолями. Но вот как-то в сторону ушли пациенты, у которых опухоль порастает в прямую кишку. Порастает капсула Денон-Вилья, хирурги сразу в сторону. Опухоль, фильтрирующая боковую стенку таза. И здесь, значит, ты, те, кто сочетанной занимается. Вот, поэтому вы, когда будете отбор делать, в следующий раз, не берите такие поменьше опухоли, которые больной. Подумайте о том, значит, как воздействовать сочетанным образом на эти большие на образование. Вот, ну, про гипердермию. Вот я хотел с удовольствием послушать доклад о ПЭТ-КТ при раке пищевода. Потому что не по вот эти ограничения в GTV, в CTV, это же опухоль тянущая, которая тянется под слизистой оболочкой на 7-8 сантиметров. А мы в CTV появляем, значит, 4 сантиметра, как Станислав Михайлов сказал, правильно или нет. Прыгающие метастазы региональные на малую кривизну желудка. А мы не слышим, есть они там у этого больного или нет. Без ПЭТ-КТ не узнаем. Продолжение следует...